А мы тем временем переместились на кухню для того, чтобы приготовить завтрак. Вот у нас сегодня салат, казалось бы, обычный, потому что из куриного филе, грибов, зелени, сыра. Вот, необычно будет это, вот я сейчас начинаю экспериментировать, это тесто, как вы поняли, слоёное. Мы будем предварительно, его нужно сделать таким красивым, и потом запечь, и это будет украшением салата. Денис, ты, так понимаю, приступаешь раз к салату, да? Я к филе приступил прямо сейчас. Да, нам нужно будет обжарить куриное филе, поэтому, я думаю, чем скорее мы это сделаем, тем лучше. А я делаю вот такие надрезы, получается, в филе, в тесте. И потом сейчас, в ближайшее время, покажу, что я собираюсь с этим выделывать. Что мы делаем с филе? Мы мелко порежем, затем мы немного промаринуем в соевом соусе, после чего уже будем обжаривать. Поэтому моя задача, как можно мелче. Ну, прям, в принципе, так. Ну да, то есть нам всё равно, поскольку мы хотим сэкономить время, поэтому нам нужна достаточно мелкая нарезка, это правда. Смотри, я тебе сейчас покажу, что я буду делать. Вот смотри, вот я так нарезала ещё раз тесто, да? Что мне нужно сделать следующим этапом? Нам понадобится много фольги. Для чего? Для того, чтобы это тесто запечь вот в такой полукруглой форме. В общем, беру фольгу. Мне нужно попробовать из неё сделать, ну, вот такой шарик, что ли. Наверное, нам нужно ещё положить. В фольги уйдёт много, однозначно. Так, вот мы делаем такой шарик, его помещаем на противень, получается, так, чтобы показать. Вот, а сверху мы помещаем как раз вот наше тесто, вот так сформированное. Оно запечётся в таком виде, и потом мы будем... А, и сохранит форму, да? Украшать, да, и мы будем украшать, то есть мы будем салат накладывать и сверху вот таким тестом накрывать. Должно получиться интересно. Понятно. Ну, я думаю, что в процессе уже нашей готовки вы узнаете все подробности этого рецепта. Мы будем постепенно ознакомиться с теми действиями, которые мы выполняем. Ну, и, конечно же, параллельно будем ознакомиться с новостями. Вот. Последняя новость, которая меня немного удивила, распешила. Ну, пока у меня волосы на голове все на месте, может быть, я поэтому и смеюсь. А потом, когда не будет проблема, я буду хвататься за любую ниточку, даже за картошку фри. Всё дело в том, что, согласно недавнему исследованию группы учёных из университета Якогамы, картошка фри может, оказывается, помочь вылечить облысение. Возможно, вы уже слышали, что стволовые клетки помогают при регенерации ткани. Так вот, с помощью них можно решить многие проблемы в организме, даже если это касается густоты волос. Совсем недавно японские учёные пришли к выводу, что метод работает лучше, если применить полидиметил, силиксан. Вот, правильно так, наверное, называется этот элемент. Этот элемент добавляется во время приготовления картофеля фри, чтобы масло при этом в процессе не вспенивалось. Не будем объяснять долгую химическую цепочку, но в процессе учёным удалось выяснить, что несколько зародышей волос, которые потом пересадили на мышей через несколько дней, они значительно распространились по всему телу, и их количество увеличилось. Таким образом это работает, возможно, и на человеке, но каким образом, пока не ясно. К поеданию картошки уже можно приступать, в принципе, прямо сейчас. Возможно, если у вас такая проблема есть, можно надеяться, что это хоть каким-то образом улучшит, увеличит количество волос на вашей голове, ну, не знаю, либо натирать картошкой голову, либо, ну, не знаю, в общем, вот этот элемент, который содержится при жарке картошки фри, он якобы помогает, по крайней мере, мышкам и крысам помогает. А представляешься, если это работает? Вот представляешь себе, окажется, что это действительно действенное средство. Так, еще, пожалуй, я сделаю одну такую, даже не знаю, как-то крышечку из теста, что ли. И потом это тесто нам необходимо будет смазать яйцом, и здесь можно уже дальше фантазировать. Можно украсить каким-нибудь, например, там, не знаю, куржутом, маком. В общем, сделать какую-то посыпку можно будет из трав, например. Ну, то есть, как бы, варианты уже здесь ваша фантазия. Нам, Денис, нужно поскорее приступать к обжарке куриного филе. Каковы там наши перспективы? Извини, но картошка фри была важнее на данный момент, поэтому я не рассказал. Сейчас заканчиваю. Потому что уже у нас разогрелась сковорода. Так, я уже, в принципе, завершаю с тестом. Мне остается, наверное, хватит нам 4 порции, правильно? Я думаю, что будет вполне... Я понимаю, я понимаю. Я сейчас не увидела взгляд наших операторов, но... Мы поделимся, ладно. У нас будут крупные порции. Хватит, если мы не будем пробовать, да? Хорошо. Я отказываюсь это не пробовать. Так, Денис, помоги мне, пожалуйста. А, нет, еще нет. Я еще должна заняться яйцом. Так, секундочку. Что для этого необходимо сделать? Надеюсь, я этим займусь. И у нас есть еще новости, правильно? Нам есть еще чем поделиться. Вот, я хочу, например, рассказать о новости, которая меня, в принципе, впечатлила. Оказывается, черные... Поверь мне, что в Москве уже Тимати знает об этой новости. Да. Ну вот сейчас мы расскажем всем остальным. Дело в том, что черные овощи станут трендом в 2018 году. Такой прогноз дает один из самых известных рынков Лондона. Специалисты рынка Каннгарден Маркет пришли к такому выводу, проведя опрос сотен местных поставщиков. Если в 2017 году в тренде были фиолетовые овощи, теперь почетный пьедестал займет растительная продукция черного цвета. Такая, как, например, черная сладкая кукуруза, черный редис, черный картофель и черная капуста. Выглядит все это, может быть, не очень аппетитно, но весьма и весьма эффектно. Помимо этого, модно на такие овощи будет способствовать популяризации вегетарианства, считается, и правильного питания, вот как говорят эксперты. Также сообщается, что в 2018 году в особый список попадут гигантские лимоны, мякоть которых используется при приготовлении различных блюд. Ну вот лимоны явно не черного цвета, но если говорить о том, что черного цвета, да, то есть вот такие овощи, они станут оказываться трендом. Кукуруза мне напомнила, кукуруза из моего детства, когда мы на костре ее пекли, и вот она превращалась примерно в вот такой вот уголек. Такого цвета, да, становилась? Ну, видишь, она, оказывается, уже в таком оригинальном цветовом решении предлагается. Ну, посмотрим, тренда много, черное мороженое. Ты заметил, что после времени много акцента ставится к черному цвету? Известно, в моде черный цвет это классический, наверное, один из самых удачных людей. То есть, может быть, в кулинарном, да, властерстве? Ну, видимо, уже и кулинария тоже пришла к этому мнению, что черный цвет, он привлекает многих людей. Так, мы, конечно, пытаемся все делать очень быстро. Денис, у меня последний штрих. Я посыплю травами вот это тесто. Ты можешь это все поместить в духовку. Да, не так много времени понадобится. Буквально, наверное, за 10 минуты тесто приготовится. Подожди секунду. Так, здесь у меня отмин и прованские травы, но, как я уже говорила, это может быть все, что угодно. Мне кажется, должно быть вкуснее кускун. Духовку где-то на 108 градусов, да, оставляем? Да, оставляем так. И закидывай это туда. Все, ты подготовил курицу, могу ее обжаривать, правильно? Ну, конечно, лучше чуть больше, чтобы она промереновалась в своем соусе, но так как у нас все ограничено по времени, делаем это очень быстро. Ага, хорошо. И теперь нарезаем так же, как курицу, грибы, потому что грибы нам тоже предстоит обжаривать. И потом нам остается натереть сыр и нарезать зелень. Вот, собственно, и вся история. Тогда этим будем заниматься. Ну, а мы давай еще расскажем о том, что, вы знаете, по вечерам, по будням на телеканале СТС стартовал новый проект «Супер мамочка». Я, кстати, его смотрю, и мне нравится, потому что очень много интересных советов могут получить мамы. Ну, это такая возможность посмотреть на себя со стороны. Давайте сначала покажем анонс этого проекта, а потом, может, еще что-нибудь рассказывать. Какой должна быть супермама? Девчонки, приходите завтра мне в гости и разберемся. Такой? Я супермама, потому что я люблю красиво жить. Такой? У меня семь детей. Или такой? Нормальные мамы закалывают заколочками, но я выбрала ребенку виски. За этот супертитул? Ну, хозяйка это не понравилось. Ну, конечно. Им придется побороться. Я не жду каких-то идеальных оценок, но я понимаю, что я лучше. Супермамочка понравится и папам. Итак, как вы поняли, советы в проекте «Супермамочка» дает известнейший сегодня, популярнейший психолог Михаил Лобковский. И, ну, то есть это такие советы, наверное, которые очень подходят современным мамам, которые хотят не то, чтобы делать все правильно, а хотят быть как можно более дружны, наверное, со своей семьей, быть в гармонии с собой. Ну, в общем, посмотрите, посмотрите хотя бы одну серию, я думаю, вас заинтересует. Оттягивать жена телевизора в данный момент не стоит. Это полезная информация, да? Это полезная, да. Это действительно полезная. Ну, как интересно, конечно, то есть элемент развлекательного, конечно, шоу присутствует, но то, что можно получить полезную информацию при этом, это однозначно. Денис, я смотрю, ты неплохо справляешься с грибами. Так, у нас здесь тушится куриное филе. На досочке у нас, отлично, мы будем обжаривать теперь шампиньоны отдельно, а у нас в духовке еще есть такие, я даже не знаю, заготовки из теста, давай назовем это так, которые также будут украшать наш салат. Забирай это, тебе остается... Натереть сыр, мне кажется. Да, нужно натирать сыр, и потом... А, еще зелень нужно будет нарезать, это обязательно. Нам главное довести до готовности грибы и филе, вот, собственно. Еще одна новость, которую я хотела вам рассказать, касается на стюардесс, этих прекрасных девушек, которые проводят в неземном пространстве, практически в космосе, да, над облаками, ну, видишь, до космоса еще далеко, но можно представить, да, что они высоко парят. И на работу, кстати, не как мы передвигаются на автомобиле, а на самолетах летают. Да ладно. Всем вам огромный привет и спасибо за вашу работу. Так вот, новость касается именно вас. Самая пожилая на сегодняшний момент стюардесса в мире работает в авиации уже 60 лет. Ее зовут Бет Нэш, она из Соединенных Штатов Америки, и надо признать, что в свои 82 года она в потрясающей форме. Бет хотела стать стюардессой с того момента, как впервые попала на борт самолета. Тогда ей было 16 лет. Она получила высшее образование и устроилась на работу в ее компанию. Ее первым рабочим днем стало 4 ноября 1957 года. Бет говорит, что за те 60 лет, что она работает бортоводницей, в авиации поменялось практически все. В те времена позволить себе пользоваться таким видом транспорта могли только состоятельные люди. С стюардессы проходили специальное обучение в школе очарования, где их учили в том числе делать макияж. Сильнее всего в авиации изменилась технология. Когда Бет начинала свой профессиональный путь, в описании рейса писали нелом на доске, а документация велась на бумаге. Сегодня у каждой бортпроводницы есть свой электронный планшет. Бет Нэш говорит, что иногда ее посещают мысли о том, чтобы выйти на пенсию, но потом она приходит на работу и понимает, что это невозможно. Бет Нэш настоящая звезда, и каждый пассажир рад сделать фото с ней или взять автограф. Еще бы, вот когда тебе предлагают походительный напиток, такая вот очаровательная женщина, которая... Я же даже боюсь представить, сколько майлов она налетала. Мне кажется, за такая сумма она могла бы остаток жизни летать бесплатно по всему миру и не беспокоиться о деньгах. То есть ты думаешь, что человек, который 60 лет летал, хочет продолжить летать? Еще 60 минимум может пролетать, да. Бесплатно, абсолютно. Она так стойна, по крайней мере, бесплатных перелетов. Это действительно впечатляет. И знаешь, вот мне больше всего в этой новости понравилось, что она, ну скажем так, именно прошла вот этот путь развития авиации, да. То есть она видела, когда все было на каком-то самом таком начальном уровне, да, а теперь, когда самолеты вышли совершенно на другой уровень развития. Также менялись и пассажиры, вот как она говорила, все-таки в то время, в те времена позволить себе летать на самолетах могли бы самые состоятельные люди. Наверняка были, конечно, тогда и условия работы другие, немного другие, возможно, проходило соблюдать и правила, и большими знаниями, возможно, обладать. Можно в других сферах, допустим, макияж, зачем школу макияжа проходить? Как это? Стюардесса должна выглядеть определенным образом. Есть определенные требования к внешности. Я думал, она пассажиркам помогает реснички накрасить. Я в этом плане думал. Нет, в плане себя она должна быть эффектной. Вот, кстати, еще про интересные, яркие новости. Наверное, все вы видели в начале января эту фотографию. Китайский мальчик Ванг Фуман прошагал 5 километров по 9-градусному морозу в легкой куртке и без шапки, чтобы сдать экзамен. Вот, когда он вошел в класс, одноклассники засмеялись, потому что его волосы, его брови обледенели, а щуки были ярко-красные от холода. Вот вы сейчас увидите наверняка эту фотографию, потому что учитель сразу сфотографировал Ванга и выложил фото в сеть. После этого мальчик прославился на весь мир. Тысячи людей поделились вот этим снимком. История школьника получила такое захватывающее продолжение. А фотография ледяного мальчика просто растопила сердца многих пользователей сети. А СМИ назвали его символом борту и мужества китайской нации. Вот так грандиозно. Кроме того, снимок вызвал обсуждение, само собой, трудного положения китайских школьников. Вот все, что, кажется, нам казалось бы естественным, да, еда, тепло, образование, часто школьникам недоступно. И пользователи сети не остались, конечно же, равнодушными к мальчику. Они собрали 3 миллиона юаней. Вот составляет эта сумма, это, ну, если переводить в доллары, ну, 450 тысяч долларов. На эти деньги планируют отремонтировать отопление в школе Вангольде. Нет отопления. Также купят обогреватели, теплую одежду для детей из бедных семей провинции Юйнань. Вот такая история. Вот так, ну, здорово, что люди объединились и смогли доказать, что стоит помогать друг другу. Слушай, Надя, это тот случай, когда ты сидишь, вернее, стоишь в студии теплой, светлой, в теплом свитере. И вот думаешь, вот тот случай, когда бы я с удовольствием поделился бы этим свитером с маленьким мальчиком. Ты знаешь, что самое интересное, мальчик-то шел на экзамен, и вот потом писали СМИ, что он действительно, он рвется учиться, поэтому пройти 5 километров по морозу, для него это было нормально. И писали, что он из 100 возможных баллов на том экзамене набрал 99, да. То есть вот это такое рвение к тому, чтобы получать знания. Здорово. Так, у нас, смотрите, у нас готовы грибы, у нас готова курица, у нас натерт сыр, нам остается нарезать делень, все это соединить и смешать с майонезом. Ну, давай-ка мы быстренько попробуем это сделать, пока наши телезрители будут смотреть нумерологический прогноз, потому что информацией о цифре и особенностях этого дня уже готовы поделиться Айсу Луахимова. Итак, у нас, как я уже сказала, готовы курица и грибы. Денис, тебе остается в наш салат добавить сыр, зелень и смешать все это с майонезом, ну, можешь посолить, поперчить, чтобы было симпатично. У нас, тем временем, мы уже достались из духовки, они еще, конечно, горячие. Вот из теста наши штучки, то есть вы помните, как они, да, выглядят, то есть вот внутри у нас из фольги мы делали такой шарик, для того, чтобы у нас получилась вот такая объемная крышечка. Покажу, для чего мы будем с ней делать. Так, фольга нам больше не нужна. Освобождаем. Так, с майонезом тоже добавлю? Да. Немножко майонеза, чтобы салат приобрел некую целостность. Давай-ка немножечко добавим перца. Ну, соль, в принципе, мясо у нас было подсолено. Ну, можно еще чуть-чуть. Добавляй смело еще майонез, потому что салат должен приобрести такую... Наверное, лучше бы это была сметана, да? Но уже поздно. Думайте, у нас уже майонез. Но вкуснее майонез. Ладно. Сыр, зелень, поджаренное куриное филе, грибы. Теперь тебе нужно на тарелку выложить красиво 4 порции. Вот так, да-да-да, ложечкой. Вот сформируй такие, как шарики, наверное. Давай еще чуть-чуть. Сейчас я... Снасть получится. Два сначала ты один. Да, но я хотела, чтобы ты сделал такие 4 горки. И вот так вы можете симпатично... То есть мы сейчас сделаем в одной тарелке... Давай 3 порции. Давай сделаем 3 порции. А вы можете просто в индивидуальные тарелки, да, допустим, каждому члену семьи, вот предложить такой салатик. И рядышком картошку при, чтобы волосы росли. Чтобы волосы росли. Это возвращаясь к новости, которые мы делили сегодня. Ну, давай, такие смелые горки. И вот так мы это все симпатично накрываем нашей крышечкой. И вот там внутри у нас получается салатик. Так, какая симпатичнее? Ну, вот эта, допустим. Вот так. Есть. Вроде бы все поместилось. Не хватает двух листиков петрушки. Ты все использовал, да? Не нужно ничего лишнего. Никакой зелень. Сегодня черный... О, один. Ну, давай, ладно. Сегодня черный цвет в моде, поэтому даже на столе праздничный. Ну, вот покажем, да, вот нашим телезрителям. Вот получается накрыли вот такими симпатичными крышечками из теста салат. Все. Всем приятного аппетита. Если вы не запомнили этот рецепт, то заходите на нашу страницу. Мы для вас специально его повторим. Фейббики, да. Там еще раз и неоднократно. Ну, и, в принципе, продолжаем дальше наш программ. У нас короткая пауза, а потом вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова